Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Опасная тенденция. В крае все чаще выявляют ВИЧ у женщин. Токари, сварщики, навес золота. Алтайскому краю катастрофически не хватает рабочих рук, как хотят решать проблему. Гречка, овесы и другие крупы. Фермеры одного из районов края отправили в Луганск 19 тонн гуманитарного груза. Жители Херсона и части Херсонской области, вынуждены покинувшие родной регион и прибывшие в Алтайский край, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Для получения помощи нужно обратиться в МФЦ, предоставить заявление на выплату, паспорт, а также документы, подтверждающие постоянное проживание в Херсонской области или Херсоне. При этом на выплату могут рассчитывать лишь те, кто покинул регион с 13 ноября этого года и прибыл в наш край на постоянное место жительства. А вот фермеры Алтайского района отправили гуманитарный груз для жителей Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Такое решение приняли представители сельхозпредприятий на встрече с главой района. Груз – часть собственного урожая. Гречка, овесы и различные крупы. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Проявили желание, обсудили и сделали. Фермеры Алтайского района на встрече с главой Сергеем Черепановым приняли решение собрать и отправить гуманитарный груз для жителей Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики. Сергей Васильевич связался с Юрием Проскуриным, помощником губернатора Алтайского края, по специальным поручениям, который в настоящее время находится в Луганской Народной Республике. Вопросы, связанные с транспортировкой гуманитарного груза, были решены. Проскурин заверил, что груз примут и распределят между нуждающимися жителями Славяно-Сербского района. Предприниматели Росашинского сельсовета выступили с инсцитивой собрать урожай и отправить его нашему гранскому славянскому народу в ЛНР, ДНР. Кроме крупы, в гуманитарном Грузии каши быстрого приготовления на сумму около 1 миллиона рублей. Мы отправили продукцию, растеневодство, выращенную на наших полях. Там гречка, овес и различные крупы. Всю продукцию уже упаковали и погрузили в фуры. Всего получилось 19 тонн гуманитарной помощи. Машина отправлена в Барнаул, а дальше груз продолжит свой путь по воздуху. Дмитрий Дроздов, День с толком. Почти половина жителей края не оплатила имущественные налоги. А между тем, срок по обязательным платежам перед государством за владение землей, недвижимостью, транспортом истекает сегодня, напоминают сотрудники налоговой службы. Во время пресс-конференции они сообщили, что общая задолженность населения нашего региона по налогам превышает 2 миллиарда рублей. Перечислить средства можно с помощью портала Госуслуг на сайте налоговой службы или в банковском отделении. Налоги, начисленные за прошлый год, отправить важно до 1 декабря. Иначе сотрудники надзорного ведомства начнут применять меры взыскания. Первое – это, конечно, традиционное выставление требований в адрес налогоплательщиков с предложением самостоятельно, добровольно погасить задолженность. Ну и если уже на требования не будет никакой реакции, то приступим уже к взысканию через судебные приказы, через службу судебных приставов и так далее и тому подобное. А вот в сфере промышленного производства в Алтайском крае наблюдается положительная динамика. За прошлый год в регионе так называемый индекс промпроизводства отрасли составил 102%. В Министерстве промышленности считают, что это неплохие показатели для сегодняшнего состояния экономики. Отката назад нет. По данным ведомства, незначительный рост показывают сферы водоснабжения, полезных ископаемых, пищевой продукции, обрабатывающих производств. Энергетика выросла в натуральном выражении на 5%. На 17% производство автотранспортных средств. Здесь основной вклад внесли завод претензионных изделий в Барнауле и Трансмаш. Еще больше рост на 28% показало производство транспортных средств. Как сообщает Минпроми, максимальный прирост произошел за счет Алтайвагона и вагоноремонтного завода, но в лидерах списка производства одежды – плюс 65%. С одной стороны, это связано с необходимостью оснащения участников СВО, с другой – с повышением спроса из-за санкций на отечественную спецодежду. При этом острый дефицит кадров наблюдается на промышленных предприятиях края. Особенно не хватает молодых специалистов, рабочих специальностей, квалифицированных токарей, сварщиков и электромонтеров, заявляет руководство заводов. Накануне проблемы обсудили представители промышленного сектора и руководители среднеспециальных учебных заведений. Боль промышленного сектора, рабочие руки, которых катастрофически не хватает – так говорят сами руководители предприятий. Хорошие токари или сварщики, особенно молодые, на вес золота. Накануне в Центре опережающей профподготовки Алтайского края проблему обсуждали управленцы и представители СУЗов. За честным разговором стороны выявляли причины кадрового голода и возможность его утолить. Здесь не только нужно думать, кто нужен, но и компаниям нужно думать, что им сделать для того, чтобы условно завлечь к себе сотрудника. Потому что те бриллиантики рабочие, но их очень мало. А владеть ими хочет достаточно много компаний. И проблема в том, что между образованием и работой большие разрывы, которые нужно устранять. Например, материально-техническая база учебных заведений не соответствует той, что предлагает работодатель. А иногда студент и вовсе не имеет практики на реальном производстве. Вот сейчас монтажник, он уже должен обладать некоторыми нарощенными, так скажем, компетенциями. И понятно, что для каждого предприятия это свои компетенции. И здесь нам рассказали про то, как это можно совместить, про договора целевого обучения, про ту гибкость практик, о которой мы, кстати, и не знали. Большое внимание нужно уделить и подготовке преподавателей. Сошлись участники встречи. Он должен не только владеть теорией, но и опытом работы за станком. Стажерская практика в данном отношении имеет, наверное, ключевое значение, поскольку пройдя непосредственно на предприятии те функции, те трудовые процессы, которые непосредственно потом преподаватель будет объяснять студенту, он уже будет грамотно все это владеть, раскладывать. Участники сессии составили даже план по подготовке молодых квалифицированных кадров. Так представители бизнеса и образования намерены привлечь специалистов предприятий для преподавания спецдисциплин, а также проводить для студентов профессиональные пробы и конкурсы. Эта модель для разговора, она принципиально важна, потому что по такой схеме можно обсуждать подготовку кадров по другим специальностям, которые востребованы на рынке труда. Тем временем в Алтайском институте развития и образования имени Топорова намерены провести курсы повышения квалификации, чтобы ознакомить мастеров и преподавателей с новыми технологиями труда. Как реализуется выработанный план, проверят Миноборнауки и Минэкономразвития. Края 15 декабря. Анна Рашагирова. День с толком. Если предупрежден, ты вооружен. Для врачей, работающих с ВИЧ-инфекцией, это не просто слова. Они по-прежнему уверены, профилактика болезни превыше всего. Даже несмотря на то, что люди с таким диагнозом сейчас живут долгие годы, лекарства позволяют. Какие современные меры профилактики используют в Алтайском крае, это и не только, выясняли наши корреспонденты накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом. Казалось бы, со времен нулевого российского пациента о СПИДе и ВИЧ в стране и крае знают все. Но нет, специалисты говорят, болезнь может преподносить сюрпризы. Один из последних – ее феминизация. Женщин стали выявлять чаще и больше. Если раньше в основном это внутривенный путь и преобладали среди лиц, потребляющих наркотики, мужчины, вот эта тема и определялась. Сейчас, конечно, роль лиц, потребляющих наркотики, она не сводится в ноль. То реализация в дальнейшем полового пути, она сейчас достаточно очевидна. Если в цифрах, то половой путь в крае выявляют в 70% новых случаев заражения. И дамы под прицелом, поэтому должны следить за выбором партнера и профилактикой. Проверяться хотя бы раз в год. Впрочем, профилактика важна и в группах риска. Традиционно это мужчины гомосексуальной ориентации, люди, употребляющие наркотики, и занимающиеся проституцией. В нашем крае этим группам уделяют особое внимание. Алтайский спеццентр нынче даже стал призером номинации «Лучший проект по работе с группами риска» на всероссийском конкурсе. Какие методы есть в этой работе? То есть методы есть. Аутрич-работа, то есть это работники консультируют ключевую группу в местах их нахождения. То есть, грубо говоря, ночные клубы, по-русски говоря, притоны. То есть аутрич-работа проводится в этих местах. И, соответственно, равное консультирование. Это тоже наиболее важный аспект профилактики. Это равный консультант. То есть ВИЧ-положительный консультирует ВИЧ-положительного. То есть на своем личном примере, на своем личном опыте он ставит ключевые группы, так скажем, на путь исправления. Крывый спеццентр для такой работы привлекает партнеров, не коммерческие организации. А вот для профилактики среди школьников и студентов, а она тоже необходима, специалисты спеццентра используют игровые квизы. Отвечая на вопросы, молодежь узнает достаточной информации, чтобы предупредить болезнь или вовремя начать лечение. Ведь при раннем выявлении жить можно долго. Лекарственная терапия сейчас позволяет. Хотя и в этом случае не обходится без «но». Многие терапии пренебрегают, говорят спеццентры. А ведь здесь стараются работать с каждым индивидуально. Главное просто довериться врачу. Если пациент работает, например, водителем трамвая, автобуса, когда нет возможности отлучаться надолго. Пациенты, которые принимают еще другие препараты под сопутствующие патологии, по вторичным заболеваниям, если они получают лечение сахарного диабета, туберкулеза или лечение гепатита, это тоже учитывается при назначении антиретровирусной терапии. Доверяя врачу, женщины с ВИЧ рожают здоровых детей и хорошо себя чувствуют. Да и в целом почти нормальную жизнь ведут те, кто регулярно принимают лекарства. Но ВИЧ и СПИД это все равно страшно. И знать об этом необходимо, как и о своем ВИЧ-статусе. Определить, который сейчас можно не только в самом спеццентре, по краю колесит мобильный комплекс. За 10 месяцев благодаря ему свой ВИЧ-статус узнали полторы тысячи человек. Мы же говорим о необходимости раннего выявления, когда еще симптомов нет, когда болезнь находится в стадии, ну так скажем, без явных очевидных признаков поражения иммунной системы, органов и систем, жизненно важных органов и систем человека. И если в этот момент начать терапию, то тогда от качества жизни оно сохраняется. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В Бийске воспитанников детских садов придется забирать домой раньше. С нового года в дошкольных учреждениях Наукограда планируют сократить часы работы. Официальных документов о сокращении рабочего времени нет, но на родительских собраниях уже начали предупреждать о новом режиме работы детских садов. При этом нашим коллегам из Бийска в Управлении образования объяснили, что изменения коснутся не одного, а всех дошкольных учреждений. В 12-часовой рабочий день сотрудников сократят на полтора часа. Малышей придется забирать не до 18 часов вечера, а до 17.30. С чем это связано, пока непонятно. Что касается барнаульских детских садов, то у них график работы менять не намерены. Успокоили в Комитете по образованию краевой столицы. Кондиционеры, спрятанные в архитектурный пояс, подземный паркинг, кладовка. В Барнауле показали, как должен выглядеть современный жилой квартал. Кстати, многим застройщикам стоило бы взять на заметку, двор не обязательно должен быть полностью заасфальтирован и похож на проезжую часть. А еще не обязательно уходить в небо и строить однотипные многоэтажки, похожие на лабиринт. Подробнее далее. Как вообще можно там построить что-то, при этом деревья-то не рубить? Встраивать дома в лес, а не вырубать его. Тогда и не придется во дворе высаживать палки и до старости ждать, пока они вырастут. Архитектор Ермекул Мухамедов представляет новый проект на Змейногорском тракте. Лесной квартал – вышка. Небольшие дома, как ответ бездушным человеческим муравейникам. Само по себе наличие небольших дворов, оно формирует так называемые комьюнити. То есть это люди, живущие там в одна-двухподъездном доме, они все друг друга знают. Это их двор, они себя идентифицируют с этим подъездом и двором. Соответственно, они относятся к этой среде как к своей. И даже территория от остановки до международного комплекса, она должна человеку восприниматься как его ежедневный маршрут, и он должен за ним следить. А это невозможно сделать, если он не будет это своим чувствовать. В компании считают, все, что красиво, должно еще и работать. Именно поэтому важен подземный паркинг, кладовка, кондиционеры, спрятанные в архитектурный пояс и не только. Кстати, на одном из объектов компания будет применять технологическую сборку здания сухим способом. На месте заливается каркас, все остальное – на заводе. Это позволит минимизировать шум, пыль и грязь на стройке. Наша задача – максимально все изделия сделать на заводских условиях, чтобы привести на стройку, собрать на месте только элементы. Мы привыкли видеть вокруг стройки хаос, грязь и так далее, но это не есть хорошо, и мы тоже ставим как цель себе вот эту культуру строительства повышать. По словам представителей компании, квартал сможет объединить семьи с разными доходами. В современной рыночной экономике это будет среднестатистическая цена, но при этом это будет сегмент бизнес-класса. Квартиры будут различные, предусмотренные как пентхаусы, двухуровневые квартиры, так и стандартные – одна-, двух-, трехкомнатные варианты. Всего же в вышке будет пять домов, 250 квартир. Планируется, что лесной квартал сдадут в эксплуатацию в конце 2024 года. Порядка 300 миллионов рублей в следующем году выделят на формирование комфортной городской среды в Барнауле. Об этом во время онлайн-пресс-конференции заявил председатель комитета по дорожному хозяйству Иван Гармат. Он подчеркнул, что ощутимую сумму денег направят на дальнейшее благоустройство двух городских парков – «Изумрудный» и «Юбилейный». Там планируют провести освещение, внедрить систему безопасности и оборудовать разные площадки для отдыха горожан. Но власти обещают также не обделить вниманием и парк «Центральный». Также у нас горожане проголосовали за реализацию такого объекта, как парк «Центрального района». На сегодняшний день там проводится разработка проектно-сметной документации. И будет завершающий этап по парку «Изумрудным». То есть там планируется обустройство зеленой зоны между прудом и планетарием. Также будут обустроены дополнительно парковки на территории парка и велодорожки. Проект комфортной городской среды существует в Барнауле с 2018 года. За это время было облагоустроено 19 общественных территорий. В планах обустроить 55. Сегодня в Алтайском крае началась череда праздничных мероприятий, посвященных труженикам сельского хозяйства. Первые награды вручили в зале правительства региона. Это животные хозяйственных всех форм собственности на 1 февраля 2021 года. Из рук губернатора Виктора Томенко дипломы, государственные и краевые награды получили лучшие животноводы, ветеринары, агрономы и механизаторы. Среди награжденных есть и социально значимые предприятия. Их поощрили Столыпинской премией. Это слуха всего коллектива, всей нашей команды. Коллективом всем соберемся и отметим. У нас молокоперерабатывающее предприятие. Компания уже на рынке 20 лет. Компания у нас развивается. Продукцию мы своей торгуем от Санкт-Петербурга до Владивостока. Соответственно, и всю Россию покрываем по сбыту продукции. Всего сегодня наградили 39 человек. Чествование тружеников сельского хозяйства еще продолжится. В нашем регионе День работника сельского хозяйства всегда отмечают несколько дней. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube. Напомню, что у нас есть каналы на Рутубе. Переходите и на эту площадку. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Продолжение следует...